Парламент Шотландии Однопалатный законодательный орган Шотландии Возникновение парламента Шотландского королевства относится к XIII веку. В 1707 году, после объединения Англии и Шотландии в Единое Королевство и Великобританию, парламент прекратил свое существование и был восстановлен лишь в 1999 году. Согласно Шотландскому акту 1998 года в рамках процесса деволюции законодательной власти Великобритании, Компетенция К компетенцию современного парламента Шотландии входят вопросы, делегированные ему парламентом Великобритании, которые касаются внутренних вопросов Шотландии без права решать вопросы внешнеполитические и внешнеэкономические. Согласно информационному буклету парламента Шотландии компетенция распределена следующим образом, что входит в компетенцию парламента Шотландии управления локальными государственными службами Великобритании на территории Шотландии в областях образования, здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, туризма, а также юстиции. В этих сферах парламент обладает правом издания законов, обязательных к исполнению на территории Шотландии. Но без права распоряжения бюджетами социальных фондов Великобритании, управление ставкой подоходного налога на территории Шотландии, но не более чем в пределах 3%. С 2014 года в связи с отказом Шотландии от выхода из состава Великобритании полномочия парламента Шотландии были расширены в части права создавать локальные налоги и производить расходы из бюджетов ими пополняемыми, а также получил право на управление субсидиями в области здравоохранения. Что не входит в компетенцию парламента Шотландии в исключительной компетенции парламента Великобритании любые международные договора Великобритании и миграционное законодательство определяющее право въезда в Великобританию, в том числе через границу Шотландии. До 2014 года управление бюджетами всех социальных выплат населению на территории Шотландии. С 2014 года управление субсидиями на здравоохранение передано в полномочия парламента Шотландии. Вопросы обороны. Кроме этого парламент Великобритании наделен правом отмены любого закона принятого парламентом Шотландии. Если в этом возникнет необходимость, невозможность наложения вета на решение парламента Великобритании. Полномочия парламента Шотландии не позволяют накладывать вета на любые межгосударственные соглашения Великобритании, в том числе на соглашение на заключение или расторжение договора с Евросоюзом. По итогам референдума Brexit, депутат парламента Шотландии от консервативной партии профессор юриспруденции конституционного права Адам Тамкина скомментируя скоропалительные заявления СМИ об возможности вета. На итоге референдума назвала чепухой и непониманием журналистов, что парламент Шотландии может принять заявление в адрес парламента Великобритании, но парламент Великобритании обязан только принять его к сведению, но не обязан принимать каких-либо решений по такому заявлению. В состав по итогам последних выборов, состоявшихся весной 2016 года, в парламент Шотландии избраны 129 депутатов, представляющих следующие партии. Шотландская национальная партия 63 места, шотландское отделение консервативной партии Великобритании 31 мест, лейбористская партия Шотландии 24 мест, либерально-демократическая партия Великобритании 5 мест, шотландская партия зеленых 6 мест, депутаты парламента избирают председателя. В настоящее время спикером парламента Шотландии является Кен Макинтош избирательная система, парламент Шотландии избирается по смешанной избирательной системе, и 129 депутатов 73 избираются по одномандатным округам, а 56 по пропорциональной системе в 8 многомандатных избирательных регионах. Избирательные регионы Шотландии – Хайленд и острова, Северо-Восточная Шотландия, Средняя Шотландия и Фаев, Западная Шотландия, Глазго, Центральная Шотландия, Южная Шотландия, Латиан. Каждая из избирательных регионов состоит из нескольких избирательных округов. Резиденция. Заседание парламента Шотландии проходит в новом здании парламента в Эдинбурге, построенном в 2004 году по проекту каталонского архитектора Энрика Миральиса. Листообразные здания парламента и его флигели с крышами, покрытыми дерном оригинально, вписываются в окружающий парковый ансамбль. Огромные затраты на строительство здания парламента вызвали в свое время значительную критику в шотландском обществе. Недовольство населения можно увидеть в опросе для газеты «Зе Скотсмен», проведенном в 2003 году, когда 76% заявила, что план строительства парламента в Холеруде – слабое подобие деволюции. Многие отрицательно отнеслись к росту стоимости и функции правительства Шотландии. Шотландская писательница Кэти Грант в своем докладе назвала деволюцию «быстро растущей промышленностью». Она сказала, что большие суммы денег поступают не в школы, не в больницы, а в расширяющуюся систему бюрократии, включая группы по контролю частных и государственных организаций предвыборной компании ИТ.